Привет! Друзья, у меня очень интересная посылка приехала. Хочу с вами поделиться распаковкой. Она у меня в пищу плёночки, я не распаковывал. Здесь находятся наушники от компании PadMate. Ранее уже распаковывал такие, вернее, этой компании наушники. Они очень хорошего качества. У меня остались исключительно положительные эмоции по поводу этого бренда. Я до сих пор пользуюсь наушниками этой компании, очень доволен. Но на этот раз прислали что-то новенькое, что-то очень интересное. Причем на последнем процессоре от компании Qualcomm Snapdragon, который поддерживает, естественно, кодек APTX. С активным шумодавом. Естественно, это также и гарнитура. В общем, напичканы они по последнему слову техники. У нас на русском языке сзади указано 10 мм драйвера, пен плюс композитный динамик из титана. То есть мне что об этом может сказать? Это говорит только о том, что здесь глубокий бас и хорошие высокие частоты. Короче, смотрим, распаковываем. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Упаковка, как всегда, на высшем уровне. Если вы собрались сделать кому-то подарок, думаю, человек будет очень доволен такой упаковкой. Сразу с первых моментов он поймет, что эта вещь не дешевая. Но, к слову говоря, с такими характеристиками она стоит гораздо меньше своих конкурентов. Также все продублировано серебром. Есть на английском языке. Вот так у нас кейсик открывается. Знаете, напоминает карманные часы. Пишите в комментариях, как вам нравится, не нравится. Я, честно говоря, под впечатлением. Тактильно очень приятен. Здесь якобы дермантин, но очень крепкий такой дермантин. Вот это вот колечко, которое идет по периметру, на самом деле является еще и индикацией. Индикация заряда. Горит по кольцу. Синим, таким красивым небесным цветом. В темноте это смотрится более чем эффектно. Надпись ПАМУ. Так, что у нас еще в комплекте? Смотрим. А ну. Конвертик. Здесь у нас в конвертике бумажки ПАМУ. Смотрите, сколько много. Наверняка здесь есть на русском языке. Да, есть на русском языке инструкция. Отлично. Два контейнера. В первом контейнере что у нас такое здесь? Интересно. По идее должен быть шнурочек, потому что вот эта штука, колечко, как раз, наверное, чтобы вешать на шею, удобно будет в переноске. Да, так и есть. Вот такой вот шнурок. Подвешиваете на шею, цепляете за это колечко. Отлично. Далее у нас провод Type-C. Между прочим. Еще один контейнер. Здесь у нас сменные обешевки. Вот так вот красиво они лежат у нас в коробочке. Слушайте, красавцы. Есть еще такой чехольчик. Вот сюда вы засовываете свои наушники. Можете носить где-нибудь в сумочке. Не бояться за сохран. Знакомимся теперь с кейсом и с наушниками. Обратите внимание, как интересно оформлен сам кейс под наушники. Естественно, он является еще и пауэрбанком для подзарядки. Заявленные характеристики у нас следующие. То, что наушники у вас протянут 3,5 часа музыки. Если с подзарядкой через кейс, то где-то хватает на 10,5 часов прослушивания музыки. Здесь у нас кнопочка. Нажимаете и крышка открывается. Вот таким образом. Раз. Крышка немножко подпружиненная. Интересный такой мощный детент. И там внутри лежат наушники, которые еще в пленочке. Здесь у нас отверстие для шумоподавления. И снизу отверстие под микрофон и присутствует для разговора. В общем-то, интересная эргономика. Продуманный новый дизайн. Можете поинтересоваться по ссылке в описании. То, что эргономика так продумана. Снизить давление в ушной раковине, чтобы уши не болели. Вы знаете, по размеру они очень маленькие, аккуратные. Будут смотреться очень даже симпатично в ухе. Они действительно очень маленькие. Для сравнения я вам покажу. Вот такие вот еще у меня есть. Это Redmi AirDots наушники. Вот, пожалуйста, рядышком. То есть, ну, действительно, реально маленькие. Очень маленький палочек. Вот эта, которая выступает, имеет в себе аккумулятор очень даже небольшая. Ну и в целом, вот, посмотрите по размерам. Естественно, это ни в коем случае не сравнение двух наушников. Потому как эти в разы дешевле на компании Xiaomi. Здесь и качество лучше, конечно же. И материалов, и качество звучания будет гораздо лучше. Кейс захлопывается до щелчка. Раскрывается нажатием на кнопочку. Прям совсем как карманные часики. Так, кладем один. Потом второй. Красиво светится. Блин, зараза, а. Итак, друзья, я уже попользовался наушниками. Теперь у меня есть свое личное мнение, с которым я хочу вам поделиться. Итак, на самом деле эти наушники очень крутые. Громко играют. Это, пожалуй, самые громкие на данный момент. Самые громкие наушники на рынке. Ну, по крайней мере, которые мне попадались под руку. Такая громкость, что вы реально можете оглохнуть. Как вот для, именно, я делаю, кстати, я ставлю акцент. Именно как наушники беспроводные. Это самые громкие наушники. Кто искал большой порог громкости, вот покупайте, не пожалеете. Более того, басы просто охренеть. Вот, смотрите, первое, если вам нужны басы, глубокий, такой очень глубокий, мощный бас. Если вам надо громкость, в первую очередь, высокий порог громкости, присмотритесь к этим наушникам. Сто процентов не пожалеете. Я оставляю их себе, буду им пользоваться. Естественно, слушал я на Prodigy. Ну, потому как это боги баса. Я просто обожаю эту группу, на самом деле. Я являюсь фанатом Prodigy, хотя бы из-за того, что самый лучший бас представлен в композициях Prodigy. И где-никак именно Prodigy проверять бас. И здесь великолепно с этим справились. Я считаю, это лучший пока что за свою цену продукт на рынке. Поэтому не прогадайте, если возьмете. Да, и еще, по эргономике прекрасно сидят в ушах. Это новая эргономика. Они ни в коем случае не выпадают из ушей. Я дергал головой, мотал в разные стороны. Прекрасная эргономика держится в этот новый дизайн. Продумали красавцы. Есть индикация на самих наушниках, еле заметная. Горит синим цветом приятным. Иногда, ну вот он сейчас появлялась. В принципе, рассказывать здесь больше нечего. Очень хороший кейс. Приятный на ощупь, приятное взаимодействие. Все продумано. Type-C великолепный звук, звучание. Отличный на полном уровне, на высшем уровне. Я его рекомендую, как уже сказал. Я доволен. Лично я доволен. Переходите по ссылке, смотрите информацию. И напишите в комментариях, как вам на самом деле. Подравились наушники или нет. Я понимаю, что прежде чем делать выводы, вам необходимо послушать их. Поверьте на слово, это отличный продукт. И во многом обусловлено лучшими характеристиками на рынке. На данный момент, по крайней мере. Ну, пожалуй, на этом я буду заканчивать видео. Если оно вам понравилось, поставьте ему лайк или дизлайк. Если не понравилось, подпишитесь на канал. Еще будет много интересных распаковок. А я пошел гонять с этими ушами. Сейчас переслушаю все хиты Prodigy. И Рамштайна. До новых встреч. До новых встреч.